Впервые за историю независимой Украины принят план обороны страны. Об этом сообщил на заседании Совета нацбезопасности и обороны его секретарь Алексей Данилов. По его словам, сейчас прямой угрозы у границ нет, но украинские силы сгруппированы. Детали знает наш корреспондент Юлия Крючкова. Она на связи со студией и готова сообщить подробности. Юля, тебе слово. Светлана, сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны было одним из самых долгих за все время их проведения. И сегодня успели рассмотреть целых 21 вопрос. Сегодняшнее заседание можно назвать таким себе отчетным. То есть представители различных ведомств отчитывались о том, что было сделано за год, какая сейчас ситуация накануне Нового года. Больше всего внимания уделили силовым ведомствам, которые рассказывали о ситуации на украинско-российской, украинско-белорусской границе. О том, насколько украинские вооруженные силы готовы к агрессивным действиям со стороны Российской Федерации. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал о том, что прямой угрозы нападения сейчас нет. Это больше информационное давление на Украину, нежели действительно подготовка к полномасштабному вторжению. А вот угрозы для внутренней безопасности есть. Давайте послушаем. Если говорить о большом скоплении, о большом увеличении, на которых настаивают некоторые средства массовой информации за рубежом, мы такого не видим. Да, есть определенное увеличение количества военных. Мы четко отслеживаем то, что касается нашей границы, периметра 200 километров. Следующее – это 400 километров нашей границы. Мы четко осознаем, где и что происходит. Также еще одним важным вопросом, который рассматривался сегодня на заседании, был вопрос распространения коронавируса в Украине, в том числе штамма Омикрон и необходимости вакцинации украинцев. Сегодня выступал перед участниками министр здравоохранения Украины. Какую информацию именно получили? Давайте послушаем. У президента было очень много вопросов относительно вакцинации. Нам нужно этот вопрос максимально расширять, потому что мы не сможем избежать, и по нашим прогнозам в феврале мы можем иметь Омикрон у нас. И по нашим прогнозам вакцинации. Также запуск полноценной работы закона об олигархах. Спасибо, Юля. Это был наш корреспондент Юлия Крючкова о последнем в этом году заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. Смена регистрации места жительства через ДИИ для внутренне перемещенных лиц, оформление документов на КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом, отмена обязательной самоизоляции и бесплатные тесты на COVID для жителей Ордло прямо на пунктах пропуска. И самое главное, крышу над головой и компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье получили уже сотни семей. О том, что сделано в этом году в этой сфере и что запланировано в будущем, смотрите в итоговом материале наших корреспондентов. Несколько десятков семей в Луганской и Донецкой областях заселились в этом году в социальное жилье. Это люди, которые вынуждены были покинуть родные дома на временно неподконтрольной Украине территории. Одна из них – дончанка Тамара Прозукина. О том, что в Краматорске строится новый дом для внутренне перемещенных лиц, узнала от друзей. Собрала документы и уже месяц живет в новой квартире с ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Из обязательных платежей – только оплата коммунальных услуг. И кошечку пускали первую, когда заселяли дом, сертификаты. И на воскресенье сделала. Пригласила своих. Уже за семь лет есть знакомые, с которыми приятно провести время. Конечно, сейчас мне будет намного легче оплачивать, потому что если я даже полторы тысячи аренду платила, то эти уже полторы тысячи, как говорится, останутся в моем семейном бюджете. В этом же году два дома для внутренне перемещенных лиц заселили и в Уганской области. В июле выдали ключи от 19 однокомнатных квартир в Северодонецке. В Волчевске у меня разбили дом. Дом разбили, было жить негде. Я инвалид первой группы. На 1985 году я увидел свет, человеческий свет, благодарность им. Я благодарю всем, я приехал в родной город жить и доживать в своем городе. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины говорят, в жилье по-прежнему нуждаются почти 90% внутренне перемещенных лиц. Обещают, 2022 станет годом строительства и реконструкции. В сотрудничестве с международными партнерами планируют обеспечить крышей над головой еще 3000 семей. Также в этом году более 300 семей Донецкой области получили компенсацию за разрушенное в результате боевых действий жилье на общую сумму 100 миллионов гривен. Эта государственная программа работает уже два года. Купили этот дом и сделали ремонт, переехала мама сюда. Это новый дом Светланы Полтавской. Его приобрели несколько месяцев назад за государственные деньги. Светлана рассказывает, когда все документы в порядке, деньги поступают на счет в течение полугода. Областная комиссия в мае все подтвердила, потом мы получили письмо. И в письме нам проинформировали, что мы прошли на комиссии. И нам будет выплата на счеты в банке. Мы сдали счет в банке и все, деньги через банк. На ЦРИК было выделено. На этот год было выделено Министерство мэрии интеграции 117 миллионов гривен на Донецкую и Луганскую области. И для выплаты людям, что касается компенсации, более 100 миллионов гривен. Мы использовали эти средства для людей Донецкой области. В этом году были отменены штрафы для жителей Ордво за въезд на подконтрольную Украине территорию со стороны России. Поскольку незаконные вооруженные формирования со своей стороны заблокировали все пункты пропуска, кроме станицы Луганской и частично Новотроицкого, люди вынуждены ездили через пункт пропуска Меловое. Если здесь у меня уходит два часа на дорогу, то там сутки. Если его не будет, нас пускать не будут. Никто, мы никак не пройдем ни к родственникам, ни к друзьям, ни к кому. Раньше граждан штрафовали на сумму от 1700 гривен до 5100 гривен. Сейчас эти случаи являются одиночными, поскольку от 24 июля 2021 года граждан Украины, которые проживают на временно неподконтрольных территориях, освободили на гуманитарных основаниях от административных взысканий. А вот уже с сегодняшнего дня при пересечении линии соприкосновения уже не нужно устанавливать приложение в дома. Также теперь проезжающие бесплатно прямо на КПВВ могут сдать тест на ковид. А на административной границе с оккупированным Крымом в этом году появились центры предоставления админуслуг. Паспорт гражданский. У меня просроченный паспорт иностранный. Я его предоставляю свидетельство рождения, диплом. Су-то не из оккупированного Симферополя. Отдает пакет документов, которые привезла, чтобы сделать украинский загранпаспорт. На КПВВ «Каланчак» его оформят за 20 дней. У меня маленькие дети, поэтому мне очень это удобно, что здесь. Обратно то же самое. Будем здесь получать опять. Перешли границу, забрали документы. Все. Очень удобно, конечно. Спасибо большое. В админцентре крымчанам предлагают около 100 видов услуг. Самые популярные – оформление загранпаспорта и ID-карт. В день более 20 человек постоянно. Есть рецепшн, где консультируют, предоставляют информацию. А с конца ноября здесь же начали и массовую вакцинацию жителей Крыма проверенными и одобренными во всем мире препаратами. Всего же за год в двух центрах на админгранице предоставили более 5000 услуг и 4000 консультаций. Я считаю, нужно. Должны показывать все, должны знать люди. Я, Камышова, ну, чтобы мы бачили все. Вот я считаю так. С августа этого года в Камышевахе Луганской области заработала новая 150-метровая телевышка. Она может передавать сигнал в радиусе 50 километров, покрывая и временно неподконтрольной Украиной территории. Нам нужна реинтеграция здесь и сейчас. Мы понимаем, что вопрос деоккупации возможно не в этом году и не в следующем. Но когда мы говорим о реинтеграции, мы должны говорить о тех людях, которые сегодня ждут, чтобы государство было более внимательным, более приветливым и сделало так, чтобы они себя чувствовали полноценными гражданами, даже находясь там. Михаила Саакашвили из военного госпиталя в Горе вернули обратно в Руставскую тюрьму. Об этом сообщили его адвокат Ника Гварамия и народный депутат Украины Елизавета Ясько, которая сейчас находится в Грузии. По их словам, бывший президент Грузии, а ныне гражданин Украины, находится в критическом состоянии. Украинский омбудсмен Людмила Денисова назвала такие действия грузинских силовиков пытками. Подробнее мои коллеги расскажут. Первое о силовом переводе Михаила Саакашвили из военного госпиталя обратно в тюрьму рассказала на своей странице в Фейсбуке народный депутат Украины Елизавета Ясько. По ее словам, силовики забрали Саакашвили около двух часов ночи по грузинскому времени. Михаила Саакашвили насильно похитили с госпиталя Горе. Такая информация появилась. Сейчас она уже подтвержденная. И перевели насильно. Сегодня он не вставал и был в очень плохом состоянии. В каком он сейчас никто не знает. Попыткой лишить права на жизнь назвала действия грузинских силовиков уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, бывший президент Грузии нуждается в срочной медицинской помощи. Состояние здоровья Саакашвили критическое и вызывает беспокойство. После трех гипертонических кризов он чувствует себя крайне тяжело. Несколько дней до этого не поднимался с постели. В полном объеме нужной медицинской помощи ему так и не было предоставлено. Обращаюсь к народному защитнику Грузии Нино Ламджаи посетить Михаила Саакашвили в пенитенциарном учреждении города Рустави с целью проверки соблюдения его прав и свобод, в том числе при вывозе из больницы. Прошу посла Украины в Грузии обеспечить предоставление консульской помощи Михаилу Саакашвили. Людмила Денисова, полномоченный Верховной Рады Украины по правам человека в Телеграм. Сторонники Саакашвили говорят, адвокатам удалось его увидеть. По их словам, бывший президент Грузии находится в очень тяжелом состоянии. Ему тяжело самостоятельно передвигаться. Ведь за последние несколько недель Саакашвили перенес три гипертонических криза. И подчеркивают, единственный способ освободить его – это усилить давление на грузинские власти и на силы, которые могут на них влиять. Необходима комбинация трех факторов – это давление Запада, международное давление, позиции Украины и внутри Грузии создание максимального дискомфорта для правящей элиты, лично для российского олигарха. Когда эти три компонента сойдутся в один, тогда Михаил Саакашвили будет на свободе. Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября этого года. Сам политик считает это незаконным. Обвинения, выдвинутые против него грузинскими властями, сфальсифицированными. После задержания экс-президент начал голодовку. Через 50 дней после отказа от приема пищи его госпитализировали в военную больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Вадим Крамор, Новости Украины. В желтой зоне, которая действует на территории всей Украины, могут работать кинотеатры. Кафе, спортзалы и другие заведения только при условии, что у персонала и посетителей есть желтый, зеленый или международный ковид-сертификаты, негативный ПЦР или экспресс-тест или сертификат о выздоровлении. Однако эпидемическая ситуация в стране остается напряженной и среди основных групп риска – медики. В Украине продолжаются выплаты компенсаций родственникам погибших от ковидных осложнений медработников. На помощь еще пяти семьям из госбюджета выделили 8,5 миллионов гривен. Средства перечислены фондом 28 и 29 декабря. Помощь поступит на счета семей в течение нескольких банковских дней. Сообщение Фонда социального страхования Украины. Однако не стоит забывать и о других недугах, утверждают специалисты. ОРВИ и гриппом в этом сезоне уже переболели около 2 миллионов 800 тысяч украинцев. Из них почти 40% младше 17 лет. В группе риска беременные, дети, люди старше 60 лет, с хроническими заболеваниями, медработники, учителя и военнослужащие. Можно заболеть одновременно и гриппом, и ковидом. И нужно сказать, что также очень сложно их дифференцировать, поэтому не сразу можно отличить это грипп или ковид. И поэтому нужно обследоваться практически на обе инфекции. Можно делать вакцинацию одновременно от гриппа и от ковида. Профилактические осмотры и здоровый образ жизни также помогут снизить риски многих заболеваний, напоминают в Министерстве здравоохранения. Пообещайте себе в 2022 году с профилактической целью посетить и своего семейного врача, и стоматолога, просмотреть свою карту прививок и карту прививок своих детей. Частично или полностью отказаться от вредных привычек, сделать прогулки или пробежки на свежем воздухе семейными и регулярными. А тем, кто не успел привиться от коронавируса, в ведомстве советуют сделать это уже с понедельника. Пункты вакцинации по всей стране не будут работать 1 и 2 января. Лариса Зубенко, Новости Украины. Двумя дозами вакцины от коронавируса привиты почти 91% украинских учителей, а 96% хотя бы единожды. Это данные Министерства образования и науки Украины. Самые высокие показатели полностью вакцинированных фиксируют в Днепропетровской, Луганской, Полтавской, Черкасской и Сумской областях. Получить ответы на все вопросы, касающиеся иммунизации и COVID-19, можно, позвонив по номеру, который вы сейчас видите на экране. В юге гололедится и до 20 сантиметров снега. В южных, центральных и восточных областях не прекращаются снегопады. Кое-где снежный покров вырос на 10-20 сантиметров, говорят спасатели. Тротуары и дороги превратились в настоящий каток. Чем опасен гололед для любителей пеших прогулок и как уберечь себя от травм, узнавали наши корреспонденты. Ледяные горки, санки, коньки, снеговики и снежки. Больше всего снежную зиму ждут дети. Ведь сейчас можно с ветерком проехаться со снежной горки или выйти на городской каток. Один из таких на новогодние праздники открыли возле центральной елки страны на Софийской площади. Дети обожают кататься и совсем не боятся падать. А кто падал уже сегодня? Говорят, это совсем не больно и даже весело. Просто падаю и ничего такого. Типа на руки. Падаю типа на руки и подпрыгиваю потом быстро. Но то, что не страшно молодому детскому организму для взрослого, особенно для человека в возрасте, может обернуться как минимум ушибами. А в худшем случае – переломом или сотрясением. Я в прошлом году как поскользнулся, так чуть без руки не остался. Ноги поскользнулись, причем сразу две. И гололед был тогда, первый день вечером гололед, я вышел на улицу, поскользнулся, вот так вот на локоть упал. И врач сказал тебе, что крупно повезло, потому что мог связки порвать. Ноги на ширине плеч слегка согнуты в коленях. Руки в разные стороны начинаем движение мелкими шагами, стараясь не отрывать ног от земли. Это не начало утренней гимнастики, а попытка сохранить вертикальное положение на гололеде. Ежегодно с приходом зимы каждый из нас вспоминает правило, как не упасть, оказавшись на скользком тротуаре. Причем в зависимости от состояния, здоровья и физической формы набор правил у всех разный. Надо идти максимально медленно и шажки вот так вот, друг за другом максимально. И держать равновесие руками. Все, это все. Я обуваю удобную обувь, а также, если такая ситуация на дорогах, я хожу к мастеру. Он не набивает шипы на мою обувь. Во-первых, не делать так, как я сейчас делаю. Не идти с руками в карманах, потому что тогда устойчивость твоя самая слабая. И в принципе это, наверное, главное. Часто нечищенные тротуары, умноженные на жизненный опыт, научили большинство украинцев передвигаться по гололеду. Однако важно еще и правильно сгруппироваться при падении. Каждую зиму у реабилитолога Александра Еремина добавляются работы. К нему приходят после переломов, вывихов и ушибов. Большинство повреждений люди получают из-за неудачных падений. Самое главное, конечно, это не падать на голову, так сказать, выставить или руку, но ни в коем случае не выставлять руку полностью разгибающуюся. То есть нельзя делать замок в локте. Когда вы группируетесь, вы должны помнить, ручка должна быть полусогнута. Кроме того, зимой многие набирают вес, говорит врач. Вместе с несколькими слоями одежды и неразогретыми суставами при падении зимой мы больше подвержены травмам, чем в теплое время года. Сократить риски поможет элементарная зарядка. Я бы посоветовал, конечно, в такую погоду, как ни крути, начать заниматься какой-то физической активностью, чтобы включить и мобилизировать все тело. Это в дальнейшем вам будет лучше и самортизирует при падении. А если вы все-таки не устояли на льду и после падения чувствуете, что вас что-то беспокоит, не ждите и не занимайтесь самолечением. Отправляйтесь к доктору и сделайте рентгеновский снимок. Валерий Бакус, Дмитрий Борщ, Новости Украины. Больше информации, в частности, о вакцинации смотрите на нашем сайте и в соцсетях. Мы встретимся с вами в следующем выпуске новостей.